Соседний шкафчик у нас, это мой любимый, попугай Розелла, зовут Джеки. И здесь я цветочками спрятала еще розетки. Вот такой секретик. Это у нас экран с откидными дверцами. Сегодня нахожусь в классной маленькой квартирке, которая выглядит как шкатулочка, уютная, с массой деталей, но у нее есть свой секретик. Дело в том, что ремонт в этой квартире сделан от застройщика, и хозяйка недорогими способами, декором сделала здесь свое уютное гнездышко. Сегодня будет очень интересно и очень практично. Идем скорее смотреть. С вами Оля Качанова, проект «Как живут другие». Вика, привет! Привет! Спасибо огромное за возможность заглянуть к тебе. Очень уютно, очень. Спасибо. Стандартный вопрос. Высота потолков и площадь помещения? 2,60, общая площадь 36,3 квадратных метра. Это типовая однушка? Это типовая однушка, но считается как двухкомнатная, потому что кухня-гостиная идет в одной комнате. Так и было задумано от застройщика, да? Так и было задумано от застройщика. Вопрос сразу. Ну, не будем томить зрителей. Ты сделала ремонт в готовой отделке от застройщика? Мы ремонт не делали. Мы уже заехали в готовое помещение, где были уже стены с наклеенными обоями, паркет, плитка, ну и всякие розетки. Ну, то есть чистовая отделка? Да. Знаешь, почему спрашиваю? Потому что нет ощущения типового ремонта. Есть ощущение картинки с Пинтерест. Пойдем смотреть кухню. Обожаю ее изучать и знаю, что ты мастер в организации. Да, немножечко хочу рассказать про нашу кухню. Наша кухня выполнена в скандинавском стиле, белого молочного цвета. Белый цвет это у нас дверцы идут, фартук и столешница. Это МДФ, сделанный под дерево. Давай поговорим про вот эту зону фартука и шкафчики. Откуда кухня? Потому что кажется, что из Икеа. Кухню мы изготавливали на заказ. Вся мебель, которая у нас есть в квартире, это сделано на заказ у одного человека. Мы все проектировали сами, все придумывали сами, вплоть до вот таких маленьких открывашек. Мне было принципиально, чтобы все было в едином стиле, все было красиво. И поэтому заказали все у одного человека и продумали все, как есть сейчас. Должна показать тогда, да, что вот, например, еще шкафы. Это тот же производитель. И все шкафы в квартире от него, да? Абсолютно верно. Еще будем на него внимание обращать, потому что хорошо, аккуратно сделано. Вот видите, все там стыки, все сидит, как влитое. Давай поговорим, да, что у тебя там в ящичках интересного? В ящиках у меня много чего интересного. Ну, первый ящик у нас над мойкой. Здесь у меня в основном хранится посуда. Верхняя полка та, которую я использую очень редко. Ну, нижние тарелки, которые чаще всего использую. Соседний шкафчик у нас, это мой любимый, потому что это, мне кажется, сердце любой кухни, где находится вся любимая посуда. Каждую чашечку, каждый чайничек, все это было выбрано с любовью. И когда я это все убирала, ну, не описать словами, какие ты чувства испытываешь, потому что очень это все люблю. Вот согласна, красиво, супер. Скажи, где покупать такую красоту? Ну, некоторые вещи, где я покупала, если честно, не помню, но некоторые позиции могу назвать. Тарелочки, это все у нас идет Икея. H&M Home, подставка, тортовница. Кухиленд, это у нас купол со стеклянной птичкой. Да, это можно использовать как и для кексиков, как и для блинчиков. Бокалы, очень бюджетный вариант из Икеи, рублей 50 стоит, но так и не скажешь. Угу. Следующий шкафчик, здесь у меня хранятся чаи, всякие вкусняшки для чая и есть вот такие вот баночки. Баночки я заказывала на Алиэкспресс и вот такую вот подставочку для чая. Красиво. А вот такие банки стеклянной Икеи. Вот это медвежонок, не помню, где я покупала, но там у меня границы идет. Вот, как-то так. С такой любовью ты говоришь про кухню, много готовишь? Готовлю не так много, но если готовлю, то очень вкусно. И вот на подачу заморачиваешься, да? Вот это часто у тебя так или только для меня сегодня? Нет, я стараюсь каждый день, чтобы мой мужчина приходил и его встречала вот такая красота. Я понимаю, для многих это заморочка, но мне очень нравится, когда есть сервировка, когда есть полная картина. Ну, как будто заходишь в праздник. В мелочах вот в этих кроется. Да, очень много всего приятного. Пойдем посмотрим у тебя зону готовки. Интересно ты сделала. Во-первых, расположение плиты здесь и духовки. Удобно? Мне очень удобно, но многие против такой системы расположения, поскольку нравится многим, чтобы находилась мойка отдельно. Плита, не дай бог, с холодильником тоже отдельно, но у меня все устраивает. И я считаю, все должно располагаться так, чтобы было в первую очередь удобно хозяйке кухни, чтобы все было под рукой и чтобы все было приятно глазу. Мы с вами всегда находимся в поисках идеального дивана, чтобы он был не только крепким и надежным, но еще и красивым и практичным. И часто от хозяйки мы слышим один и тот же ответ. Я не помню, это какая-то ткань. Чаще всего внешне эти диваны похожи на что-то мягкое и приятное, ну а дальше вам приходится самостоятельно отправляться в свободное плавание на поиски ткани. Так вот, я нашла один вариант, чтобы вам было проще. Ткани называются Relax Collection, причем они уже 20 лет есть на российском рынке, производятся в Израиле и представлены компанией Textile Data. Отличные ворсовые мебельные ткани со всеми необходимыми нам свойствами. Любые загрязнения можно удалить с обычной губкой и мыльным раствором или влажными салфетками без содержания спирта. Никаких химических покрытий и пропиток у ткани нет. Запатентованная формула Anti-Stain находится в самой структуре ворса, поэтому уникальные свойства ткани сохраняются на долгие годы. В линейках Relax Collection есть совершенно разные фактуры. Релакс выглядит как премиальный нубук или замша, но в отличие от натурального нубука, легко чистится и не растягивается, что важно. Ворс ткани Bentley настолько нежен, что его можно сравнить с дорогостоящим натуральным мехом. Well Soft – это велюровая ткань с мягким густым ворсом и выраженным муаровым эффектом. Joy – ткань с густым матовым ворсом, напоминающим натуральную шерсть в стиле твит. Есть даже рогожка и варианты для любителей прованса. Ткани Relax Collection обладают стрейч-эффектом и хорошо приходят в форму после нагрузок. И еще важная деталь – ткани Relax Collection не имеют в основе переплетения нитей, поэтому вашим кошкам будет неинтересно точить свои когти о диван, и они для этого выберут какое-нибудь другое место. Я оставлю вам ссылку на сайт. Там вы сможете не только заказать ткань, но и узнать, где можно купить мягкую мебель в этих чудесных тканях. Мой промокод Качанова дает скидку 22% на покупку тканей Relax Collection и до 20% на покупку мягкой мебели в этой ткани. Пишите в комментариях, довольны ли вы качеством обивки мебели, и переходите на сайт Textile Data, он под видео. Весь вот этот декор, вот это, кстати, по-моему, H&M у меня такая же есть. Всем пользуешься, да? Не просто хранится? Нет, этим я пользуюсь каждый день, и ножи, и взбивалка для кофе тоже. Вот этот дрышлаг, ну это вообще металлическая миска, она тоже сенчетным хом, я в ней чаще всего мою фрукты и овощи, очень удобно. А вот такие вот досточки я делала на заказ, очень прям с любовью сделанным, я прям влюбилась в вот эти вот веточки. Есть вот такой вот желуд, звездочки. Все как я люблю. Посудомоечная есть? Посудомоечная, у меня нет машины, но у нас посуды не так много на двоих, в принципе, мойки хватает. Так, хорошо, идем дальше. А есть что-то интересное вот здесь по ящикам в хранении? Да, по ящикам тоже могу показать. В этом ящике у меня хранятся столовые приборы и всякие удобняшки для приготовления. Для яиц, всякие ступницы, подставки для стаканов, чтобы нарезать, чтобы побить, всякие ложечки-скляночки и полотенца разные. Все по контейнерам, ты такая молодец. Я это все искала в интернете, и вот эти лайфхаки я уже давно знаю, и много-много себе взяла на заметку и как-то вот пришла к такой картинке. Единственная у нас глубина самой столешницы и шкафа, она нестандартная, она сидит 50 сантиметров, и очень было сложно найти именно контейнеры и расположить им таким образом, чтобы все помещалось. А зачем сделали нестандартную? Чтобы место сэкономить? Да, именно для этого, потому что у нас и так очень маленькая квартира, и хотелось больше пространства. Здесь у меня хранятся контейнеры и в самом нижнем ящике мисочки. Ну, есть еще у меня ящик, здесь я храню салатники, я пока не довела его еще до идеала, но очень люблю такие деревянные вещи. Хочется какие-то удобняшки купить, подставочки под них, но пока хранится в таком виде. Так, только тебя хотела увезти с кухни, но есть же еще стол и стул. Стол и стулья, это, по-моему, одна из немногих вещей, которые я уже покупала. Это все Ikea, стол, стулья. Стол у нас раздвижной, очень удобно, хотя по предложению PIK нам предлагали сделать барную стойку, но это, мне кажется, не очень удобно, поскольку... Да, для двоих это идеально, но если вы ждете дома гостей, если гости у вас часто, то в любом случае вот такой вариант стола, который раскладывается, будет идеальным вариантом. Так, мы попадаем в зону гостиной. Вот, кстати, насчет пола. Отделка тоже была именно в таком виде. Да, да, все, застройщика. Откуда диван? Диван у меня тоже Ikea, серого цвета, приблизительно он 30... 36 стоил тысяч. Вик, еще вот насчет подушек. У тебя они хорошо так красиво подобраны, какой-то секрет есть в раскладке? Нет никакого секрета, у меня есть просто любимый магазин H&M, и я стараюсь все время следить за тенденциями цвета, ну, в соответствии со своим дизайном квартиры. Все у нас H&M. Как раз я недавно в Instagram выставляла пост, где их можно купить, и каждой подушечке выставила артикул. Если вам понравится, можете их тоже приобрести. Супер, ссылка под видео. Это у нас тоже не просто столик. Здесь у нас хранятся подносы. Для чипсов есть, для чипсов, для завтраков, для всего. Круто. Все, декор мы делали сами. Полочки, кстати, тоже Ikea, светильник Ikea и люстры. Макраме сама скила? Макраме мы покупали на Алиэкспресс. У меня есть такая же картина. И там тоже дата моего знакомства с мужем. И кто внимательно смотрит, у меня на даче видели. Крутая штука. Это очень крутая вещь. Особенно для того, чтобы муж не забыл, когда у вас годовщина. Так, еще я тут приглядела. Смотри, у тебя припрятаны здесь стулья как раз для гостей. А здесь я храню за диваном, слава богу, не видно раскладные стулья тоже Ikea. Можно, кстати, занавесочкой прикрыть и тоже будет не видно. Очень выручает. Стол раскладывается, стулья раскладываются. И для двоих супер. Так, а на другой стороне пылесос. Потому что, знаешь, я все время же ищу, где прячется. Вот этот быт некрасивый. Но пылесос, да, у нас спрятан за вот этим шкафчиком. Это такой идеальный уголок, куда никто не будет смотреть. И в зоне доступности очень удобно. Кстати, так как у нас места очень мало, и сушилку, и гладильную доску, мы прячем за шторкой. Так не видно, но а что делать? Ну, правильно, это решение. Знаешь что, хочу спросить у тебя про пылесос. V8 я у тебя вижу. Да. Тебе его хватает по мощности? Мне его хватает по мощности. Единственное, есть отдельная модель для ковров. Он не очень сильно прям ковры пылесосит. Мы хотим обновить со временем, но так устраивает очень хорошо, нам нравится. Основная система хранения, где у нас утюг, книги и всякая канцелярия, всякие мелочевки, все хранится здесь. В том числе и вот этих ящиков. Они не просто для красоты стоят, там тоже всякие вещи. Вот. Декор, это чисто придумано для того, чтобы спрятать вот такие вот розетки, вещи. Понимаю. Чтобы не бросались в глаза. Ну, потому что вы же не делали, да, здесь по сути ремонт? Конечно. И все розетки уже были как были. Вот, пожалуйста, вариант. Да, приходилось думать и работать с тем, что есть. Здесь в основном все мелочевка хранится. Жильца мы должны посмотреть, какой же он красавчик. У меня был попугай, я к ним нежно очень отношусь. Это наш мальчик. Попугай Розелла, зовут Джеки. Мы, когда играем на гитаре, он нам любит очень подпевать. Круто. Часто его выпускаем гулять. Он очень любит по этому помещению, летает очень, очень быстро. Вик, пойдем еще посмотрим зону прихожей. Вопрос. Она довольно небольшая и нет закрытого хранения для верхней одежды. Все здесь, да? Да. У нас нет закрытого системы хранения, потому что так было задумано. Да. Все, что посезонно одевается, это куртки, плащи и так далее, мы все убираем в кровать. Но об этом я чуть позже расскажу. Сюда мы вешаем обычно сумки. Ну и каждый день то, что носим, курточки и так далее. Здесь у нас хранится обувь. Можно заглянуть? Это такой... А, обычный ящик. Все, я думала, на крыте. Тоже все не идеально, но как бы... Как есть. Как есть. Это тоже бугница. Вот так вот она раскладывается. Тоже сделано на заказ, да? Тоже у этого же человека сделано на заказ. Сколько обошлись шкафы? Приблизительно все гарнитуры нам обошлись 500-600 тысяч, где-то так. Сейчас уже и не помню. А вот если говорить о всей квартире, можешь назвать примерный бюджет? Именно гарнитур или... Ну нет, декор, мебель. Если посчитать всю квартиру вместе с декором, подушками и прочим уютом, мне кажется, где-то 1900. Угу. Супер. У нас еще есть вот такой элемент декора, который встречается не у многих. Home. Именно с таким венком очень красиво смотрится. Где это заказать? Отвечаю на вопрос. Такие элементы делаются на свадьбу с инициалами. С инициалами молодожен. То же самое вы можете сделать и для дома. Круто. А вот такой венок вы можете привезти отдельно и на жидкие гвозди прикрепить к вашей стеночке. Смотрите, ребят, какую табличку я приглядела здесь. Вот это, мне кажется, суперудобно. Мне точно надо такую сделать, потому что я все время забываю пароль. Это очень удобно, когда гости приходят и постоянно спрашивают, а какой у вас Wi-Fi и пароль. А ты их отправляешь в тот угол, и они уже все знают. Да, вообще круто. Так, давай в санузел пойдем в последнюю очередь. Пойдем сначала в спальню, посмотрим. В спальне у нас находится основная система хранения. Здесь мы храним вещи. Угу. И кровать у нас с подъемным механизмом. Туда мы складываем все, что используем редко. В том числе новогодний декор, елки и сезонную, допустим, одежду. Угу. И метр пятьдесят на два идет у нас кровать. Она встроена в стену. И П-образный вот такой вот шкаф тоже это вместе с кроватью. Знаешь вопрос, вот это вот из чего сделано? То есть это тоже мебель, которую вам... Тот же фартук, который используется на кухне обычно. Вот, это как настенная панель получается. У вас же там вот продуманные розеточки тоже я вижу. Да, угловая скрытая розетка. Очень удобно, когда ложите спать. Заряжаем телефон. Так, вопрос. Кровать на метр пятьдесят, а вот вы могли, например, дать себе для сна чуть больше места, но сэкономить на проходах. Почему так не сделали? Я первично уже знала, что мне надо. Я когда... Когда мы получили ключи и заехали сюда, мы зашли в спальню. И я уже видела, как будет стоять этот П-образный шкаф. И да, можно было сделать чуть больше, чуть меньше. Но так, как сейчас, мне очень нравится. Сама все планировала? Все сами делали. Давай поговорим вот про эти еще шкафы. Получается, здесь у нас гардеробная. На рейлингах у нас хранятся рубашки и футболки. Ну да, как? Это в основном зона моего мужа, потому что он у нас часто ходит в офис, и все должно быть идеально. Поэтому все в таком виде. Еще я вижу, что у вас тут организовано хобби. Да, мой муж любит очень играть на гитаре. А учится играть на пианино. Я недавно ему подарила. Но он на гитаре играет лучше, конечно. Вот. И как-то все организовано, конечно. Такой маленький уголок, это именно его. Я очень вообще боюсь очень трогать вот эту стену, потому что, мне кажется, сюда ничего больше и не надо. Ну и еще она белая, если ты сюда всверливаешься, то все, потом уже обратно не вернуть. Есть еще одна удобняшка у нас на двери. О! Есть такая скрытая вешалка. Здесь мы храним халатики всякие и сумки тоже. Так, а что за ковер на полу? Потому что вот ногам прямо очень приятные. Это джутовый ковер. Заказывала я его в H&M. И он приблизительно стоил он где-то 6 тысяч. Очень прям удобно вписался в помещение. И по нему действительно приятно ходить. Хотя многие думают, что он очень жесткий для ног. Вообще прям релакс. Так как вся квартира у нас в белых оттенках, хотелось добавить очень цвета. И поэтому я это все разбавляю всякими элементами декора, в том числе и текстилем. У нас серые шторы, как и в гостиной. Постель цвета, хаки и подушки. Все, это у нас H&M. И хотелось немножечко уюта добавить. Вот такие вот гирлянды. Вечером очень приятно их включать. Прям романтично. А где их взять? Это обычные уличные лампочки, да? Нет, это лампочки для помещения. Они на батарейках. Их никуда подключать не нужно. Это очень удобно. Покупала я их в Икее. Приблизительно рублей 500 где-то стоили. Недорого. Они уже у нас целый год. Один раз батарейки только меняла. Так, еще знаешь про постельное. Это вот базовый цвет получается под одеяльник, да? Не покрывало. Вот только маленькое покрывало. Вик, дом получается от Пик? Да, мы когда заехали, все уже было готово. В Пик есть тоже много минусов, но и также есть плюсы. Из плюсов то, что вы заезжаете уже в готовое помещение. У вас наклеенные обои, есть плентуса, розетки. Из минусов, мне кажется, самых два больших минуса у Пик. Это парковка рядом с домом, потому что неразумно все рассчитано. И второе, это у нас звукоизоляция. Очень все слышно и с окон, и с соседей. В целом, Пик очень комфортно предоставляет условия для того, чтобы вы переехали. В том числе вы можете уже, насколько я знаю, у них новая функция появилась, купить квартиру уже не только с отделкой, но уже с мебелью под ключ. Это очень удобно для тех, кто не хочет тратить свое время на поиски мебели, на поиски текстиля и всяких элементов. Ну, знаешь, там только кухня и гардероба. Да. Пойдем дальше. У нас остался санузел. Он у нас находится здесь. Когда мы заехали, у нас ванной стояла только ванна, раковина-ракушка и туалет. Все стены были голые и, кстати, еще санузел стоял. Мы это все меняли. Ванна тут только осталась. Сделали мебель также на заказ у того же человека. Это у нас МДФ с имитацией под дерево. Такого же белого цвета, как и на кухне, у нас облицовка шкафчиков. С внутренними креплениями у нас идут скрытые полки. Для декора, кстати, очень удобно, поскольку они много веса не выдерживают. И чтобы разбавить такой угол, смотрится красиво. Знаешь, даже спрятался вот этот люк, ну, по идее, не очень они красиво делают. Если не обращать внимания, то особо не видно. А тут ты так организовала уголочек, что его незаметно. Да, и здесь я цветочками спрятала еще розетки. А, вот опять какая-то хитренькая. Да. Вот, так вроде заставила, ничего не видно. Здесь у нас тоже МДФ покрашенный. Мне очень нравится вот этот стиль под сканди, вот такие вот вещи под дерево. Недавно буквально на даче сделали точно такие же двери, но это просто дерево. Это не леруашные двери, да, оттуда же взяли? Нет, это двери тоже делали на заказ. Здесь еще, конечно, не доведено до ума, но уже близко к делам. Очень хорошо, да. Тут очень много у меня хитростей, кухонных именно. Так. Подставка под тарелки. Я использую ее для стирального порошка и храню здесь снизу туалетную бумагу. На дополнительную полочку. Вторая вещь, лайфхак. Это у нас лестница для специй. Используется для химикатов. Отлично. Понятно, да. Очень удобно. И третья удобняшка. Это подставка, опять же, для тарелок с такими-то крючками. Очень удобно вешаться над всякие тряпочки, перчатки и хранить всякую мелочевку. Здесь у нас наполнитель для кошек. А здесь корзинки для полотенец. Здесь еще пока. Еще не дошла рука, она дойдет. Да, я вижу. Так, а вот машинка с сушкой? Машинка без сушки у нас идет. Просто стирает фирмы АИГ. Я помню, что в гостиной стоит сушилка. Ну, а где она сушит белье? И получается, часто это надо делать? Где она в основном расправлена? В гостиной. Мы рядышком со столом, журнальным ставим. И нам хватает. В принципе, не так много вещей на двоих расходуется. Удобно. Еще у нас у тебя есть еще один секретик. Удобняшка есть такой секретик. Это у нас экран с откидными дверцами. Он прям такой продается? Мы его тоже делали на заказ. Здесь очень удобно хранить вещи, которые не должны попадаться на глаза. Здесь у меня идут шторки, всякие тряпочки и ведро на всякий случай. Кстати, если нет места, где хранить ведра и всякие такие вещи, продаются силиконовые. Их очень удобно складывать и прятать. Да, супер. А все дверцы открываются? Да. Прекрасно. Вот, и вот такие вот у нас столочки тоже есть. И тут тоже вроде как все симпатично. Все. Это для мужчины, это для женщины. Кредиционер, шампунь. А где взять такие баночки? Баночки и сами полки я приобретала на Валбрис. Полочки в районе 1000 рублей стоят, а баночки где-то 800. Один набор из трех штучек. Ну и зато красиво. Очень красиво и удобно. Знаешь, еще хотела спросить, раз у тебя есть вторая шторка, ты их меняешь по сезону? Да. У меня тоже, как и у всех, есть настроение. И под каждый сезон я стараюсь в доме все декорировать. Ну, либо под один цвет, либо под один праздник. Ну, сейчас как раз лето, и вот такие вот листики монстера очень красиво смотрятся по-леднему. Ремонт у нас от застройщика идет. Плитка на полу и плитка на стенах. У нас стандартного формата, белого цвета. Конечно, в идеале хотели поменять, но решили оставить так, как есть, поскольку белый цвет, я в него влюблена. И с ним играть можно как угодно. Ну, это знаешь, если разбавлять какими-то цветными деталями. Для сканди вполне подходит эта плитка. Чуть не прошла мимо классного решения с зеркалом. Да, это замечательное решение. Если у вас нет места, когда вы собираетесь на улицу, естественно, надо посмотреть в полный рост, как вы выглядите. Идеальное решение это зеркало на двери. Зеркало, кстати, мы покупали в Икеа. В нем ходят вот такие вот крепления и очень просто крепятся. Если хлопнуть сильно, не отвалится? Если хлопнуть сильно, оно не отвалится. Оно надежно закреплено и очень удобно. Еще интересное решение, как я ко всему этому пришла и как я это все придумывала, есть несколько вариантов. Во-первых, это насмотренность, начитанность. Читала очень много сайтов, смотрела много разных вариантов, в том числе на Pinterest. Как я это все придумывала? Перед тем, как мы заехали, нам дали план нашей квартиры. И я искала похожие по планировке кухни, похожие по планировке комнаты. И это выиграло, потому что я уже знала, где будет что находиться, где будет что стоять. Когда мы это все заказали, все оказалось как раз на своих местах. И я вам это рекомендую. Найдите приблизительно похожую фотографию, похожую на ваш план, именно комнаты какой-то. Хотите кухню, ищите кухню именно подобного цвета, подобного типа, подобного стиля. И подстраивайте под свое, под себя. У тебя была прям папочка с картинками, которые тебе нравятся? У меня было много папочек с картинками, касаемо кухни, касаемо спальни. Мы, кстати, отталкивались от двух цветов. Это белый и серый. Я сначала хотела все сделать в сером, но все-таки белый взял свое. Вик, ну в конце видео мои герои дают какой-нибудь совет зрителям. Я бы рекомендовала вам никого не слушать и делать то, о чем вы мечтали. Воплотить то, о чем вы долгие годы думали. Это мой единственный совет. И главное, никого не слушайте, кроме себя. Спасибо большое. На этом все. Если вы хотите смотреть больше однушек, то переходите в плейлисты и выбирайте там целую подборку разных однокомнатных квартир. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Впереди много разных интересных вариантов, каждый из которых сможет вам подарить что-то интересное для вашего дома, ну или просто вдохновить. Пишите ниже комментарии, задавайте свои вопросы и, как обычно, открывайте инфобокс, там много полезных ссылок. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.